В Казлардзе на дополнительное расследование вернули уголовное дело в отношении 14-летнего школьника, сбившего насмерть 22-летнюю девушку на пешеходном переходе. Машина, на которой был совершен наезд, принадлежит его матери, однако факт умышленной ее передачи мальчику не установлен. Несмотря на то, что вина подростка была полностью доказана, в связи с недостижением 16-летнего возраста производство по делу было полностью прекращено. Данное решение накануне было отменено прокуратурой области, сообщают представители департамента полиции. В ходе расследования установлено 4 факта управления несовершеннолетним автотранспортным средством. По ним в отношении владельца машины материалы из уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены в управление административной полицией для привлечения матери и подростка к административной ответственности по ст. 612, ч. 5. В данный момент автомашина находится на специальной штрафстоянке до принятия итогового решения по делу. В Кустанае автомашина «Мазда» на пешеходном переходе наехала на двух школьниц. 12-летних девочек с переломами и черепно-мозговыми травмами госпитализировали в детскую областную больницу в состоянии средней тяжести. Водителя опрашивают сотрудники полиции. В Казахстане стартовала республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За одну единицу последних граждане смогут получить от 10 до 100 месячных расчетных показателей в зависимости от технического состояния предметов. В Усть-Каменогорске только за первые сутки полицейские выкупили у населения огнестрельного оружия на сумму около 2 миллионов тенге. За первый день акции от населения поступило 25 заявлений. Добровольного сдана 41 единица незарегистрированного оружия. Из них 2 единицы нарезного длинностольного и 39 гладкостольного. Станова предмет вооружения в общую сумму 2 миллиона тенге. Активно начали сдавать оружие в Курчумском районе 8 единицы, Алтайском и Бородульском районе 7 единиц. В Ахтюбе на центральном проспекте горел многоэтажный дом. Пожар начался в одной из квартир на седьмом этаже. Огонь перекинулся к соседям. Мгновенно вспыхнула и декоративная обшивка фасада жилого здания. Из задымленного подъезда в экстренном порядке эвакуировали 70 жильцов, в том числе 20 детей. Жертв и пострадавших нет благодаря спасателям и добровольцам. По городу у нас таких еще 13 домов есть с легко возгораемыми обшивками. Этими всеми домами сейчас будет заниматься Акимат города. Скорее всего будет заменен, потому что это в свое время было сделано, когда еще в десятые годы. Тогда еще таких требований не было. А сейчас уже закон поменялся, требования поменялись. Поэтому сейчас Акимат будет думать о вопросе замены. На 109-м километре трассы Алматы-Нур-Султан столкнулись две легковые иномарки. По предварительной версии водитель Деу Джентры, следовавший в сторону города Алматы, выехал на полосу встречного движения и врезался в Митсубиси Галлант. Последний ехала семья с детьми. Все были доставлены в больницу для осмотра. В результате столкновения водитель Деу погиб на месте. Обстоятельства ДТП выясняются. Субтитры создавал DimaTorzok